Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Это серия бесед. Жития святых во свете Библии. Как они видятся. И чтобы люди смотрели открытым оком на все. Не были слепые, где слепой слепого ведет и вэм оба рухнут. Вопрос 2023. Неужели никому в голову не пришла такая простая мысль, чтобы сравнить с Писанием Христовым? Да от Бога ли все это монашество неравноангельное? Мог ли Бог, видя, что монашество пошло неевангельским путем, как-то переломить ситуацию и вернуть все на евангельский путь? Ответ. Мог. Но свободу Бог не отнимает ни у кого. Люди же придумали очень основательно. По деталям все, что нужно было кому-то из древних враждебному создателю, чтобы сделать похожее, но такую хитрую подмену, что тысячелетия туда уходят все силы, все ревностное. Нужно было только тщательно скрывать Библию, не давать ее в руки народа. Остальное дело искусство, убеждение и примера. Иеремия 12.10. Множество пастухов испортили мой виноградник, и стоптали ногами участок мой. Любимый участок мой сделали пустой степью. Вот пусть объяснят, о ком речь идет-то. Это пастухи? А чего они в виноградник-то залезли-то? Они там ничего не знают, пастух-то делал. Там должен быть садовник. И вроде бы тот, кто описывает жизнь канонизированных, и местописание приводит и сравнение с древними героями веры. Но все эти примеры, сравнения, просто бред больного человека. А они этими подвигами обрекли миллионы людей на страдания, и притом не от Бога, а все по вымыслам поврежденного ума человеческого. Иевы 24.8. Мокнут от горных дождей, и не имея убежища, жмутся в скале. Это монахи. Иевы 37. Ревут между кустами, жмутся под терном. Плащ. Перемея 4.5. Евшая сладко и стаивает на улицах. Воспитанные на багренице жмутся к навозу. Как говорят ни к селу, ни к городу, не приложишь эти приводимые ими места Библии к той личности, о ком диферамбы. Совершенно ни к месту, ни к делу. Но так уж хочется иметь подтверждение своему иноческому отступлению от Евангелия об основании библейское. Вот и подтягивает до смешного, неумно и бесстрашно. Да кому же это так нужно, заощряться-то, чтобы только не выполнить указания Иеговы? Параскева Сербская. 14 октября. Брат Параскевы, когда достаточно научен был священному писанию, с согласия родителей, принял пострижение под именем Ефимия. Воспламеняясь божественным желанием жить для Господа, Параскева не пожелала долго жить в многомятежном мире всем, но, покинув все мирское, скрылась от мира и, достигнув пустыни Иорданской, стала проводить здесь равнангельскую жизнь. Подражая боговицу пророку Ильи, Яну Крестителю, она питалась только пустынными злаками, употребляя их при том лишь в малом количестве, и то по закате солнца, никому, Илью подплели здесь. Но какое отношение имеет Илья? Он бежал, его кормил ангел, ему грозила смертельная опасность, этим ничего этого нет, и приплюсовывает себя к этому, к Яну Крестителю. И Илья, он рубил этим валовым жрецам голову, он свидетельствовал, он пророчествовал. Так же Ян Креститель, нет, это Ян Креститель, вот как бы какие-то дети полоумные, постепенно истаивая, то от жара, то от холода, она обращала свои взоры только к единому Богу, могущему спасти смиренных сердцем от вихря и от буря. А сама в вихрь бурю залезла. Псалом 54,9. Кто в состоянии поведать о том, сколько слез провела преподобная? Кто расскажет о частых и неумолкаемых стенаниях ее? А нужно ли это знать? О чем она плакала? О чем стенала? Святая при своей женской природе имела поистине мужской разум и победила дьявола, как Давид Голиафа. Украсив свою душу такими подвигами и добродетелями, Пороскева сделалась возлюбленной невестой Христовой. Так что на ней исполнилось пророческое слово и выжелает царь красоты твоей. Вот это-то, что приплетают-то, выжелает, он сказал, откуда это-то знать? Всю жизнь шла против Евангелия и в конце у невесты вас Христу и только посмотришь, даже слов нет. Ну не было бы Евангелия, тогда это все как-то можно было еще принять. Своими силами, там, старается, скорбит, грешится. Ну, Евангелие есть, который, говорит, дал спасение даром, уверовал, уверовал иди на подвиг Христов, работая своими руками, дабы было из чего уделять нуждающимся. Все паразитировали, корешки. Но это мало таких. А монастыри-то какие были? Ничто так не ощущает души, не приближает ее к первообразу, как в пустыне и безболвии. Откуда это взяли? Ощущает души, приближает к первообразу. Подражайте мне, как и о Христу, Павел говорит. Все, что это писал, вот это все, это просто потеря рассудка. Вопрос 2024. Для чего был установлен срок испытания для приема в монастырь? И почему потом не стали придерживаться этих сроков, а стали принимать сразу? Ответ. Монашество в самом сильном виде показало, что оно не евангельское учреждение. Оно часто попирало евангельские заповеди и установления. Придуманы массовые обеты безбрачия на всю жизнь, абсолютное невиданное послушание воли одного человека без сравнения с Библией. Так прислово Божие учит. Сроки были разные придуманы после, чтобы хотя как-то оградить себя от искателей счастья и чинов в монашестве. Установленные три года уже не помогали, потому что вымирали скорее, чем приток был. Филипписам 1.27. Только живите, достойно благовествования. А его не было благоствования. И достойное благоуствование жить и не могли. Благовествование Христово, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, предвызаясь и неодушно за веру евангельскую. Ну не было этого. Евангельская вера-то тут нет никакой. Двухкратный собор. Пятое правило. Обретаем, что отречения от мира без рассуждений и испытаний много вредят монашескому благочению, ибо некоторые опрометчиво повергают себя в монашеское житие, и пренебрегшие строгости труды и подвижничества снова бедственно обращаются к плотовугодной и сластолюбивой жизни. Того ради святый собор определил, никого не сподоблять монашеского образа, прежде нежели трехлетнее время предоставленное им для испытания, явят их способными и достойными такового жития. И сие повелел собор всемирно хранить, разве когда приключившаяся некая тяжкая болезнь понудит сокрутить время, сократить испытания, или разве кто будет муж благоговейный и в мирском одеянии провождающий жизнь монашескую? И для такового мужа к совершенному испытанию давлее, то есть достаточно, и шестимесячный срок. Если же кто поступит вопреки всему, то игумену по лишению игуменства состояния подчиненности да послужит наказанием за отступление от порядка. Поступивший же в монашество да предастся в другой монастырь, в котором строго соблюдается устав монашеский, сегодня и курящие, и пьющие, и наркоманы сдаются родителями так, как это для них последняя надежда, что дитя их все же сохранится. Но он тут догорает от тех же грехов. Я сам свидетель этому был. Вопрос 2025. При сотворении человека Бог дал ему великий дар – свободу воли. Могут ли монахи, пользуясь этим даром, покинуть монастырь, если житие там не соответствует его представлениям? Ну, увидал, что не так, к чему он шел, а там другой порядок-то. Ответ. Вы совершенно невменяемые слова говорите-то, за которые вас казнить мало по меркам монастырским. Уйти? Куда уйти и зачем? При вступлении в монастырь человек обязан отдать все до последней копейки, чтобы его не посчитали лжецом, подобным анании сапиры, и чтобы не умереть, если он что-то на воле утаит из своего имения. Деяние 5, 8, 11. Петр же спросил ее, скажи мне, за столько ли продали вы землю? Она сказала, да, за столько. Но Петр сказал, что это вы согласились искусить духа Господня. Вот входит в дверь погребавшая мужа твоего, и тебя вынесут. Вдруг она упала у ног его и спустила дух. И юноши, войдя, нашли ее мертвой, вынесли, похоронили подле мужа ее. И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это. Но признание из монастыря, если такового все же живым и выпускали по недосмотру, то ему полагалось дать только проклятие анафему на закуску и рванье на плечи. Вы по недомыслию говорите, не зная ни одного правила монастырского тех времен. Это сегодня они так помягчали, живя среди людей. Выхода нет из этого рва. Как видел святой Пахомий, видение про монахов. Но даже намек о том, чтобы выйти из монастыря, карался жесточайшими мерами, чтобы другим было неповадно. И по-другому не могло и быть. Это дало возможность хотя кому-то жить, пусть и не шикарно, но не умереть с голоду. Может, так и нужно было в этом волчьем мире. Но какова бы мудрость ни была у прославлителей самых прославленных монастырей, какое это отношение имеет к любви Христа, к Евангелию? Зачем прикрывать свои человеческие вымыслы в этой тьме с светом Евангелия, говоря, что монастырь и Царство Небесное – это одно и то же? Что Ава монастыря и Бог Отец и Егова – это одно и то же? Его послушание было человеку, как Богу. Приведу некоторые выдержки из редких книг и для информации попутно выпишу и то, что конкретно не относится к вопросу, просто для знания. Внимание! Древние иноческие уставы. Я работал с этими книгами. Когда начали собираться в большом количестве желавшие жить под его руководством, то он не мог по доброте своей отказать приходившим. И вместе, не имея возможности подвергнуть их строгому предварительному испытанию, он по необходимости набрал вместе с хорошими немало и таких, с которыми трудно было управляться. Ни замечания, ни увещания не оказывали на них никакого действия. Худое настроение из ненаказанных сердец было, конечно, причиной того, что молитва сия осталась без доброго на них действия. Пахомий часто вразумлял их отеческим словом, но не имел успеха. Были так ропотливы, что впадали в этот грех при всяком малом поводе. Страница 25. Иноки провожали с обычными песнопениями умершего брата. Пахомий, встретив эту процессию, помолился и велел прекратить пение, сжечь перед всеми одеждой умершего и снести его без всякой церемонии на гору, и там зарыть в землю. Сверх того, и жертвы не велел о нем приносить. Усопший брат был из числа нерадивых, которого часто убеждал преподобный Пахомий исправиться, но без успеха. Строгость такая для умершего уже была бесполезна. Но она не могла не быть сильно вразумительной для оставшихся живых, что и со мной такое же будет. Страница 31. Другой способ вязания воли всех было-то всестороннее подначальство. Никто ни одной минуты не оставался без подначальства. Постоянно всякий был усмотритель на глазах, и никто ничего не мог делать без его позволения и ведома. Пункт 157. Не только отлучаться за монастырь, или походить по монастырю, или пойти в кель и другого, но и обычные дела всегда начинать и оканчивать до жобала не иначе, как с его разрешения. Пункт 127, 183, 184, страница 135. Телу не давалось никакого послабления, и только крайняя слабость заставляли оказывать ему какое-либо снисхождение. Не только илеем намощать его, но и водой обмывать запрещалось, разве только в крайнем изнеможении. Пункт 72. Нельзя было также разводить огня особо от общего, какая его потребность погреться и не чувствовалось. Пункт 120, страница 138. Закрыв очи к кукульям и преклонив главу, брат всякий, шел ли куда, стоял ли в церкви, или сидел в трапезе за работой, себе одному и делу своему внимал, не дерзая подсматривать, как молятся, едят или работают другие. Пункт 7, 30, страница 138. Чтобы не вкралась в братское дружелюбие чего-либо у Плотского, не позволялось никому говорить с другим в потемках, не держать кого за руку, не предписывалось, стоять ли будет кто с другим, или ходить, или сидеть, держать себя от него на один локоть расстоянием. Пункт 94, страница 140. Если будет замечено, что кто-либо из братьев смеется или играет с детьми и заводит дружбу с этим нежим возрастом, того до трех раз увещевать, чтобы отстал от этой привычки, помня честность своего звания и страх Божий. Если не перестает, то подвергнуть его исправительным мерам строжайшим, как и достойно. Пункт 166. Злова, если не послушает упорно с ожесточением сердца, останется таким же, вывезти его за монастырь. И перед воротами подвергнуть телесному наказанию. Если ему давать только хлеб и воду, вне общей трапезы, пока исправится от худого нрава своего. Пункт 163. Если кто замечен будет в воровстве, дать ему 39 ударов. Есть ему только хлеб и воду, вне общей трапезы. И покрытого вретищем и пеплом заставлять нести покаяние во все время молитвы. Тот же закон наблюдать относительно беглецов. Пункт 149, страница 152. Кто потакает согрешившим и неправо защищать впадших в проступки, проклято будет перед Богом и человеками, и подверглится жесточайшему наказанию. Это только за то, что заступился. Пункт 176, страница 171. Кто никогда не слышал, я вам даю самое точное сведение. Следует помни звание наше, и то, как вступая в него обещались мы служить Богу. В день суда это самое и потребуется от нас. А вот это-то откуда взяли? В день суда потребуется. В день суда потребуется, зачем ты в монашество залез? Вот главный вопрос. Почему ты оттолкся от той среды, от того поля, на котором я тебя поставил? Страница 155. Если он при вступлении в монастырь желает внести что-либо в обитель, пусть положено будет то на стол при всех братьях, ну, допустим, 100 миллионов. Принятый не властен уже после сего не только над тем, что внес, но и над самим собою. Страница 203. Если кто под предлогом какого-либо саблаза захочет выйти из обители, ничего ему не давать, кроме самой плохой одежды. И в таком виде пусть удалится неверность братского общества. Страница 204. Пункт 10. Это самое хорошее, чтобы все-таки разрешали выйти. Если он упорствовать будет в своем непотребстве, и в гордости скажет, не хочу более здесь оставаться, но возьму свое и пойду, куда Богу угодно. Кто из братьев первого услышит такие речи, пусть скажет препозиту, то есть второму Паве или наместнику его. А препозит Аве. Ава сядет перед всеми братьями, сотворит над ним суд и велит наказать розгами. Затем помолятся и примут его в общение. Кто не исправляется словом увещания, того наказывать розгами. Кавычка закрыта. Страница 208 и 207. Устав Макария Александрийского. Василий Великий говорит, здесь в пустыне и в монастырях учители и пророки, здесь апостолы и евангелисты, и житие монахов, не имеющие для себя града. Страница 243. Чтобы все это шло у тебя успешно, и ты навсегда мог прибыть под этим законом духовным, необходимо тебе соблюдать среди братства следующие три вещи. Будь глухой, немой и слепой. Кроме того, сделайся безумным. Страница 583. Глава 41. Это Венедиктов устав. Кто возглашал псалом или антифон, или чтение, и ошибется, и там же, смирившись перед всеми, не удовлетворит за вину свою, тот должен подлежать большему взысканию за то, что не поспешил смирением загладить допущенную по нерадению неисправность. Детей же за такую вину наказывать телесно. Страница 632. 45. Никак не следует монаху, ни от родителей своих, ни от кого другого, не взаимно друг от друга получать письма, благословения, или другие какие мелочи. И самому отвечать тем же без разрешения Ава. Если что прислано будет кому родителями, не смеет он то получать, не показавшего наперед Аве. Если можно, то принять. В воле Авы состоит приказать. Кому то отдать. И брат, кому то прислано, не должен тем огорчаться, чтобы не дать место дьяволу. Кто иначе поступит, подлежит обычным эпитемьям. Страница 637. Глава 54. То есть, он получил и должен сразу отдать кому-то. Всячески надо насерегаться, чтобы ни в каком случае один другого монах не защищал в монастыре. Вот у них правила какие. Хотя бы они связаны были узами родства. Ни под каким видом не должно дерзать на это монахам. Потому что от этого могут происходить большие соблазны. Если кто приступит к этому правилу, то его надо очень строго вразумить. Страница 651. Глава 69. Вопрос 2026. Человек в течение всей жизни привыкает к трудностям и закаляется в невзгодах. Как и спортсмен после долгих лет тяжких усилий становится чемпионом. Так почему отдавшего обеты иночества требуется сразу же стать иным? Возможно ли это? Были ли такие примеры в Библии, кроме апостола Павла? Ответ. Ясно, что обеты иночества серьезнее, труднее и строже. И непреклоннее, чем обет, обещание, данное при уверовании, при крещении. Это смешно, конечно. Но Христу выходит, можно как попало служить, с прохладцей. И эти лжекрещенские обещания ровным счетом ничего и никого не обязывают. Чтобы сгладить ситуацию, легко сказать наисподи грешен слухом, нюхом и брюхом. В ведении и в неведении. И потом опять жить по среднеустановившемуся уровню, когда тебя позволено будет причастить и отпеть. Матфея 11, 28, 30. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Возьмите иго мое на себя, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и время мое легкое. А вот если в монашество впал, то тут все посерьезнело, все загустело. Получается, что иночество еще раз подтвердило, что наше православие, а они увидели в истинном свете. И оценку дали ему как приговор. Поэтому и образовали эти общества, ордена. Эти договоры, клятвы, присяги, обеты и постриги. Тут уже все по-серьезному и надолго. Павел предпростой, 4 октября. Антони, увидев, что он уже стар, сказал ему, тебе старец уже около 60 лет. Не можешь ты быть иноком. Возвратись опять в село и исполняй свою работу. Благодаря Богу. А пустынический труд нести и искушение терпеть ты не сможешь. Антони же, испытывая его, сказал, стой и молись на 7 месте до тех пор, пока я не приду и не принесу тебе того, над чем ты должен трудиться. Оставив Павла, Антони вошел в пещеру. Целую неделю он не выходил к нему, но тайно через окно наблюдал за ним и видел его все то время неподвижно стоящим день и ночь на одном месте. И плел Павел веревку до 9 часа и с большим трудом сплел 15 локтей. Антони же, посмотрев работу, сказал, нехорошо ты сплел, расплети и плети снова. А был уже седьмой день, как он не давал ему ничего есть. Все же себе делал Антони для того, чтобы удалить Павла от себя, и вон думал, что тот уйдет от него, не выдержав испытания. Но Павел продолжал с большим трудом расплетать веревку и снова сплетать ее. И как он ни был голоден, однако нисколько не огорчился и не возроптал. Однажды Антони велел сшить ему одежду. Когда Павел сшил ее, Антони сказал, плохо ты сшил, распари ее и сшей заново. И вновь сшитая он велел распороть и опять шить. Все сие делал Антони для того, чтобы испытать терпение и послушание Павла. Ну где это еще возможно такое? А тот нисколько не роптал на сие, но с усердием и старательностью исполнял все повеления Антония. Наконец Антони убедился в способности Павла в пустынной жительстве и сказал ему, вот ты уже и соделался иноком во имя Господа Иисуса. Вопрос 2027. Человек может намечать себе планы в жизни. Какими замыслами отличались те, кого потом стали называть святыми? Ответ. У них и не могло быть ни одной мечты, кроме как стать иноком. Если даже это не так, то писавший житья должен был это написать. Их научили, что и иночество, и монастырь, это царство Христово воплощенном виде на земле. И как было им не иметь такой превосходной мечты и потом всю жизнь воплощать ее? Филипписам 1.21. Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. 2 Тимофеев 4.7. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. Филипписам 3.12. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос и Иисус. 2 Тимофеев 4.7. Мне задавали устно в течение более чем 40 лет при беседах, диспутах, на радио, на встречах с различными людьми. И теперь я их воспроизвожу, как они мне помнятся. Когда черновики уничтожают, то можно предположить бояться, быть может, что по ним легко найти фальшь, подделку, изменение, черновую правку. Афанасий, исповедник, 22 февраля. Он с детства отличался благоговейным настроением души. И любимой мечтой его юности было провести жизнь в иноческом звании. Посему, по достижению совершенного возраста, он удалился в одну из некомедийских обителей. И там принял иноческое пострижение. По термофе 9 июля. При свите рыжедевес такой, происшедшей с ним перемене, к лучшему, а также его чрезвычайному воздержанию, хотели его удержать при себе, чтобы научить его чтению. Но он, прожив с ними одну неделю, снова ушел в пустыню и пробыл в ней 7 лет. Пришел к нему один юноша, желавший быть его учеником, преподобный, принявший в облег его иноческое деяние, состоявший из волосяного рубища куколей из козьей кожи, которая у иноков обыкновенно называется милотью или милотарям, и учил его богоугодной иноческой жизни. Благословен Господь. Аминь.